Документальный экран Рассказала нашим зрителям о себе Каким образом вы попали в Америку И как вы попали в документальное кино? Я приехала в Америку В 17 лет, когда мне было Как студентка по обмену Училась в Пенсильвании В маленьком городе Индиана И я выучилась Приехала я в Нью-Йорк В 2000-м И выучилась в New School University Где я изучала Как снимать фильмы А скажите, пожалуйста Елена, вот вы взяли Затронули такую тему Русских женщин в Нью-Йорке Чем она для вас показалась Такой любопытной? Я понимаю, что существует Такой определенный стереотип По поводу наших женщин Приезжающих сюда Вы расскажите об этом подробнее Как вам пришла идея в голову? Потому что я знаю, что это была Ваша дипломная работа А потом уже вышел полнометражный фильм Да, конечно Когда я была студенткой по обмену Я помню, мне моя приемная мама сказала Когда ты идешь на встречу с парнем У меня был дейт Будь осторожна, чтобы он тебя воспринял правильно Я спросила, что вы имеете в виду? Она говорит, ну была передача про русских девушек Как Мейлоребрайтс, которые сюда приезжают И выходят замуж, без любви и так далее И мне стало тогда интересно Что это была за тема такая Мейлоребрайтс, ну женщины через интернет Которые выходят замуж И потом, когда я приехала в Нью-Йорк Я услышала про такую статью From Rush with Sex Из России с сексом Написанным Майклом Гроссом В Нью-Йорк магазин В журнале Нью-Йорк И, естественно, после этого Мне стало еще более глубже Меня это затронуло Мне стало интересно И я решила провести исследование И выучилась в школе И написала свою исследовательскую работу Так скажем И сделала документальный фильм Который показала в школе А скажите, пожалуйста Как вы подбирали девушек для этого фильма? Девушек я начала искать через объявления В русской рекламе Через Craigslist Через социальные сети в интернете И я познакомилась с одной девушкой В ночном клубе Специально пошла в стрип-клаб Чтобы увидеть другую девушку И так вот постепенно Все это начало строиться И девушки начали приходить Буквально фильм То есть у вас выбор был огромный? Выбор был огромный, да Но то же самое время Мне показалось Что фильм этот зародился Где-то во вселенной И такое ощущение Что девушки Сами как-то пришли К моему фильму Я просто была открыта для этого Замечательно А скажите, пожалуйста А откуда такое название? Зарицы Ну, Зарица Это в принципе Исходит из слова Царица И я решила его немножко Преобразить И Зарица Это как бы новое такое слово Как Маяковский Я уже говорила Он был инноватором Он приносил новые слова В русский язык Я решила такое новое слово Принести в американский И в русский язык Зарица Потому что оно Что-то между Зарницей А Зарницей Царицей И все вместе Как бы такое новое Красивое слово А скажите Как сами девушки Отреагировали На фильмы себе? Когда они увидели себя? Им очень понравилось И сниматься в фильме И смотреть фильм И вообще Это для всех было Очень интересное Времепровождение И опыт И мы много что Выучили друг про друга А скажите Вы следите за судьбой Девушек Которые у вас снимались? Или вы Закончили фильм И расстались У каждого Своя жизнь Свои планы? Как бы да У всех Своя жизнь Свои планы Ну конечно Я интересуюсь Что у них происходит В жизни Одна из девушек Вышла замуж У нее сейчас ребенок Несколько месяцев Все остальные Занимаются своими делами В принципе Три девушки Вышли замуж Скажем так Все счастливые Занимаются своими делами Успешные То есть они смогли И реализоваться В хорошем смысле Этого слова Да Ну не потому что Замуж вышли Нет я понимаю Просто нашли себя Нашли себя Достаточно Трудного Жизненного Экспириенса Скажем так Ну да Занимаются Любыми делами А скажите пожалуйста Ваши планы На будущее Что вы хотите Еще снимать Мы сейчас Развиваем Несколько Проектов Телевизионную Программу Про гипноз И я также Заканчиваю Сейчас второй Свой фильм Тоже про гипноз Про стереотипы Гипноза Расскажите Подробнее Очень интересно Ну существует Очень много Всеразличных Стереотипов О гипнозе Шарлатанство Это все Ерунда Это все Не работает Или наоборот Что это манипуляция И какой-то Mind control То есть Стереотипы Они даже Такие Немножко Не сходятся Они в разные Стороны идут И я решила Сделать этот фильм Чтобы Показать Что гипноз На самом деле Есть Примерно Так же Как в моем Первом фильме И показать Как работает гипноз И как он На самом деле Повсюду То есть Насколько он Помогает В жизни Действительно Как он Помогает И как Это не такое Мистическое Явление Как многие Считают А в принципе Он повсюду Он в отношениях В рекламе Телевизионной Это безусловно Да Хорошо Ну я Я хотела Спросить Лена А вот Кто вам Помогает То есть Вы можете Назвать Человека Какого-то Конкретно Который Вам помогает В осуществлении И в реализации Ваших планов Проектов Вселенная Вселенная Мне помогает Ну помимо Вселенной Существуют Реальные Ну конечно Надо чтобы Были Менторы Чтобы были Люди Которые Верят В мою работу Мне очень повезло Так как Мой первый фильм Был продюсирован Актером Винсенда Нафрио Он очень известный актер Который Снимается В телесериале Закон и порядок Лоа Нора Я с ним познакомилась На Я работала На этом шоу Как экстра Несколько месяцев Пока я училась В университете И так случайно Получилось Что я показывала Свой Студенческий фильм С сотрудником И он увидел И сказал Нам очень нравится Ваша идея Давайте Создадим Полнометражный фильм И как раз В то время Он Инвестировал В фильмы Было хорошее время И мне очень повезло Елена И давайте еще раз Вернемся К теме вашего фильма О русских девушках Женщинах Приехавших в Нью-Йорк К сожалению Не всем нашим зрителям Удалось посмотреть Программу Russian Doll Потому что она шла Для американских зрителей Вы даете возможность Нашим зрителям Посмотреть Фильм о русских женщинах Снятый для американцев Но тем не менее С русскими субтитрами И вы Помогаете сломать Тот стереотип Который Существует В отношении К нашим Женщинам И девушкам Спасибо вам огромное За то что вы делаете И Давайте поговорим Знаете о чем У всех кто приезжает сюда Не всегда Самая веселая Легкая история Люди покидают Свою страну По многим причинам И не все оказываются В университетах Многие оказываются И На улицах Мягко говоря На панели Что тоже не секрет Стриптиз бар Это по-моему Еще самое Приятное Что их ожидает Что бы вы хотели сказать Девушкам Которые здесь живут Которые Приезжают сюда В поисках Лучшей жизни Лучшей судьбы На что им нужно Обратить внимание Как уберечь себя От каких-то соблазнов Что для них должно На ваш взгляд Являться такой Движущейся силой Которая Сможет Выдернуть их Скажем так Со дна Потому что Не взлетал тот Кто низко не падал Конечно Но мне кажется То что Есть добрые люди Есть хорошие люди Они всегда Окружают нас Поэтому В любой ситуации Тяжелой ситуации Нелегкой ситуации Из нее всегда Можно выйти Потому что Опять же таки Есть добрые люди Которые хотят помочь Которые верят в тебя И которые Помогают Помогут Двигаться вперед К поставленным Целям Жизни Так скажем Поэтому я считаю Во-первых Нужно знать Что ты хочешь в жизни Нужно знать Какие цели Вы ставите перед собой Либо это Стать мамой И выйти замуж Либо это Быть успешной В какой-то сфере Или Вместе И то и другое Но нужно знать Что вы хотите И как бы Двигаться к этому И быть Чистой По отношению По дороге К этим целям Если есть Какие-то тяжелые ситуации То Наверное Нужно слушать себя Свой внутренний голос И Стараться Окружать себя С этими Добрыми Чистыми людьми Это все Очень просто Конечно Это звучит Очень как Клише И шаблонно Но Наверное Нужно Открыть Свои глаза И Увидеть Чистоту И свет Вокруг И это помогает Спасибо вам огромное За фильм За то, что вы к нам пришли А мне остается Только сказать Нашим телезрителям Смотрите Документальный фильм Елены Белов Зарицы Или русские женщины В Нью-Йорке Берегите себя Будьте счастливы